Всем привет! Сначала я расскажу. Перед нами Антон Юршов, тот человек, который пытался установить примерно такой же знак в городе Ахангельске. Сколько лет прошло примерно с того момента? Да, очень много. Я уже не помню, как это было. Ну, лет пять точно, наверное. Что ты планировал, что за знак хотел установить? Была идея установить знак, который бесплатно раздавал всем. Раставал в студиях имя Лебедева, знак, рядом с которым все фотографируются, и название города. То есть знак в Ахангельске рядом с которым все фотографируются. Было предложение, чтобы его получить, нужно было его только сделать. Что несложно, все авторские права студия передавала. Нужно было только согласовать с городом, пришел в профильный... как это называется? Ну, в профильный комитет там... Да, не комитет, да, ну, это самое, да. В мэрию предложение поставить его на Чумбаровке, или была вторая идея поставить его на мосту в деревянной набережной Соломбалке. Вот, на что был получен ответ, что на пешеходной Чумбаровке, ну, без слова, пешеходной, этот знак будет водителем, машин будут путать с другими знаками дорожного движения. Но, тем не менее, ты читал вот новость про этот знак? А, да, я видел новость, пришел подойти как раз и сфотографировать с этого Михаила. То есть, по идее, вот Горсвет планирует тиражировать этот знак, который почти полностью копирует идею Артемия Лебьева. Ну, да, во-первых, оно полностью копирует, да, кроме формы, наверное, да, фраза «Знак в городе, рядом с которым все и что-то делают», как бы сама идея. То есть, в желании студия может подать, скажу сказать, СВФ, который сидите на канале Артемия Лебьева на YouTube, да. Ну, и, во-вторых, получается, Горсвет будет брать разрешение у мэрии города, и, видимо, этот знак водителем парковки, на которой он установлен, не перепутан с другими знаками. Например, запрещающий знак «Красный свет», а даже запрет, кстати, странно, но запрещено заменить маме здесь. Да, с точки зрения ПДД, вот этот вот знак, ну, вот эта информационная табличка, по факту, она говорит о том, что этот знак парковки, он не действует. И причем, если нету знака действия парковки, то, соответственно, они должны быть параллельно проезжей части стоять. Смотрите, как автомобили стоят. Вот проезжая часть. Конечно, дворовая территория, но тем не менее. Как они должны стоять? Правильно, параллельно, но тем не менее они стоят перпендикулярно. И вот эта информационная табличка полностью дискредитирует этот знак, то есть этот знак не действующий. Так что, ребята, что из этого можно сделать? Во-первых, спросите все-таки у Артемия Лебедева, можно ли это делать. Во-вторых, предлагаю не заниматься фигней и не дискредитировать один пол. То есть вы все время говорите, типа, маме, маме, а как же папе? Папам звонить не надо. И все ждем очереди 8 марта, рядом с этим знаком, звоните маме только отсюда. Это очень нефтально. Да, то есть они хотят этот реально знак тиражировать. И что из этого будет, мягко говоря, непонятно. На самом деле, лучше бы они реально, недалеко отсюда, есть Карллибник, ну вот это Карллибник-то слева, набежда Северной Двины. Там место, где постоянно люди ходят, а пешеходного перехода нет. И люди уже приходили, прошло почти два года, как сказали, сделайте нам пешеходный переход. Нет, говорят, не будем, не зареграментировано. Так вы, ребята, просто его поставьте, две палки воткните, поставьте знак пешеходный переход. И все, больше вам ничего не надо. Но, тем не менее, вы каким-то бредом занимаетесь. Так что, смотрите сами.